Сегодня у нас в студии гость Виктория Фортуны, кандидат на выборах президента Молдовы в первом туре, экс-прокурор. Добрый день, Виктория. Спасибо, что нашли время прийти к нам в этот столь важный для всей страны день. Благодарю за приглашение. Скажите, пожалуйста, успели ли вы уже проголосовать и насколько важно вообще, по вашему мнению, чтобы люди сегодня вышли все и отдали свои голоса в пользу одного из кандидатов? Да, я уже была и проголосовала, использовала свое конституционное право. Я призываю всех граждан Республики Молдовы и тех, которые за границей находятся, чтобы они голосовали, потому что это очень редкий шанс для всех нас изменить что-то в нашем государстве. Я призываю, во-первых, чтобы наши граждане Республики Молдова, которые живут тут в Молдове, пошли и голосовали, потому что не знаю, есть ли кто-то другой, чем тот, который живет в нашей Молдове, знает, в какое состояние наша Республика Молдова. Они знают лучше всех, до чего мы докатились, какие у нас цены на газы, как у нас все подорожало, какие у них зарплаты и пенсии. И однозначно люди, которые живут в Молдове, они сделают и возьмут правильный выбор для будущей нашей страны и наших детей. В прессе с утра появилась информация о том, что полиция штрафует граждан из так называемого списка предателей Родины, которые пришли голосовать, и тем самым правоохранители пытаются как будто бы запугать людей. Пока мы не имеем подтверждения этим действием, к сожалению, полиция не ответила на наши телефонные звонки, но если действительно происходит такая ситуация, насколько она законна и что делать избирателям в этом случае? Вы знаете, когда вы говорите предатели Родины, то я бы больше обратилась к нынешней власти, иначе кто изменил язык, кто продает нашу страну по кусочкам, нашу инфраструктуру. А то, что граждане Республики Молдовы поделили на прорусские и европейские, потому что не имеют никакие результаты за 4 года правления, это их проблема. Я вам скажу другое, что люди очень испуганы, людей на самом деле терроризируют, и у меня есть доводы, мне по Инстаграму, ТикТоку и разные сети отправляют люди жалобы, что их заставляют, чтобы они голосовали за Майю Санду, что их заставляют, чтобы они писали жалобы, или то, что они получают деньги от каких-то блоков партии, или иначе возбуждят дело против них, или поставят какие-то санкции против них. Люди испуганы и не понимают о том, что это на самом деле превышение обязанности нынешней власти и узурпация силы. Они делают все возможное остаться при власти. Но люди должны понять, что когда они идут выбирать и голосовать, никто их не регистрирует, никто не фотографирует их. И они должны взять на себя обязанности выбирать того кандидата, который они считают, что смогут на самом деле, скажем, будущий президент, восстановить наши хорошие отношения со всеми странами мира и все-таки поднять экономику страны, чтобы они на самом деле поняли, что их никто не оштрафует за свой голос, за кого они отдадут. Это их конституционное право, и никто не может отнять это. Но я призываю нынешнюю власть, призываю Министерство внутренних дел, чтобы они поняли, что власть это не вечно. И когда эта власть уйдет, то обязательно они ответят перед законом за превышение своих обязанностей. Потому что это нарушение права граждан Республики Молдова на то, чтобы он смог выбрать будущее страны через свое голос. Власти активно распространяют сейчас информацию о случаях организованного подвоза и подкупа избирателей, которые якобы происходят в России, Белоруссии, Турции, где предполагается, что граждане будут голосовать против Майя Санду. Но подобные случаи подвоза и агитации в день выборов в странах Евросоюза власти почему-то не замечают, скажем так. Почему так происходит, по вашему мнению? Я вам скажу другое. Однозначно понятно, что они очень хорошо проработали эту схему в первый тур. И поняли, что есть возможность продержаться при власти благодаря посолам, которые находятся в Евросоюзе. Они поняли, что не могут сфальсифицировать эти выборы через этих послов. То, что они говорят про страны, что вот вы говорите про Россию, где еще? Белоруссия, Турция. Они понимают, что они там не смогут повлиять. И однозначно выбор людей будет правильный. И в этом случае они приготовляют другой сценарий, если Майя Санду потеряет эти выборы, чтобы они смогли аннулировать. У них уже есть и план Б, и С, чтобы продержаться при власти. Накануне 3 ноября граждане Молдовы, желающие приехать из России домой, оказались заблокированными в Латвии, якобы из-за угрозы безопасности ЕС. Одних с трудом пропустили на родину, других развернули, вообще не пустили. Вот в таких случаях, когда люди купили билеты и в итоге так и не смогли попасть на голосование на родину, имеют ли они право подать в суд или вообще что делать в такой ситуации? Как можно защитить себя? Вы знаете, для меня уже давно понятно, что наша власть старается со всех сил использовать административные ресурсы, особенно Министерство внутренних дел, для того, чтобы остаться при правлении. Но вот то, что другие страны вмешиваются именно в этот процесс, для меня очень странно. Я не знаю, если это есть тот Евросоюз, к которому мы идем. Еще право на свободное передвижение никто не аннулировал. И по каким законам другие страны не позволяют нашим гражданам Республики Молдовы приезжать домой? Меня интересует, эти люди находятся под преследствием, под какими-то санкциями. Как может позволить другая страна не позволить гражданину Республики Молдовы прийти на родину? И не имеет значения, какая у него для этого цель. Другое, скажу вам, что люди, которые прошли через это, они должны сфиксировать все эти моменты. Они могут обратиться в суд, если у них есть ущерб, конечно. И обязательно проинформировать Центральную избирательную комиссию и Конституционный суд. А тот факт, что власти публикуют информацию о том, что в России, Белоруссии и Турции те же самые зафиксированные едва ли не массовые нарушения, хотя доказательств мы не видим. Но может ли это служить аргументом для аннулирования результатов выборов в этих странах, если Майя Санду проиграет? Ну, давайте скажем так. Если Майя Санду проиграют, они смогут использовать это. Если она выиграет, то однозначно никто не обратит внимания на эти действия. Но другое, я вам скажу, я еще не видела никаких доводов. Я вижу все, что происходит, только декларативно, чтобы сделать себе какую-то платформу на будущее, а аннулировать эти выборы. Я считаю, что должны быть доводы материальные, по которому зафиксировано. И то, что эти люди их привозят на эти выборы, что им платят. Мы слышим только о том, что кто-то делает все возможное дискредитировать эту компанию. Но я еще не видела никакие материальные доводы по этому факту. Поэтому для меня это просто платформа, приготовленная на будущее для того, чтобы аннулировать эти выборы, если Майя Санду проиграет. Если бы эти выборы были настоящие, и не нарушался закон, и не вмешивались внешние партнеры, я уверяю вас, что Майя Санду проиграет эти выборы. Потому что те, которые живут тут в Молдове, они уже увидели, чего они способны. Они увидели, что нынешняя власть никак не развила нашу страну, никак не продвигала на внешней политике нашу страну для того, чтобы она развивалась. Они видели только кредиты, которые взялись на консумацию. Они видели только подорожание цен в магазинах. Они увидели, какие цены на газ. Они увидели, что у них пенсии никак не изменились. Они увидели, что зарплаты остались те же, хотя все подорожалось. Поэтому я уверяю, что те, которые живут в республике Молдовы, они осознанно хотят поменять нынешнего президента. Потому что единственная своя риторика – это хорошие времена, которые они даже не то что почувствовали, они даже не ступили хотя бы визуально в этот период, о котором нам обещали. А почему, по вашему мнению, Министерство иностранных дел не защищает конституционное право граждан на голосование, я имею в виду тех, кого не пустили домой на родину, и даже не пытается изучить эту ситуацию и как-то помочь людям? Ну, знаете, дипломаты нам уже доказали весь этот период, для чего они находятся за границей. Я хочу им напомнить, что их миссия является тем, чтобы они старались не то что со всех сил, а так, как написано в законе, защитить граждан Республики Молдовы. Мы видели, что их приготовили заранее, даже тогда, когда захотели дать им те индексации для своих детей. И мы понимаем, что они привыкли к этим креслам удобным и не понимают о том, что власть поменяется, и однозначно они будут соучастники узурпации силов государства. Потому что все, что происходит в последнее время, и Министерство внутренних дел, и Министерство внешней политики, они являются соучастниками узурпации сил в государстве Республики Молдова. И в один момент это все будет рассматриваться. Потому что до этого момента, до нынешней власти, у нас не было доводов доказать, что власть узурпирована в государстве. То, что они делают сейчас открыто, и меняя закон по ихнему хотению, и то, что заставляют людей голосовать за одного и за другого кандидата, и то, что ставят разные пеналитеты, санкции против людей, которые хотят голосовать за одного или другого кандидата, это является, знаете, даже не то, что диктатурой, это является просто ненавистью перед народом и перед государством. Но если подытожить, вы считаете, вы верите в то, что эти выборы честно пройдут? Я увидела, что произошло в первый тур. Я увидела, что Центральная избирательная комиссия не сделала ничего для того, чтобы хотя бы объяснить людям, как это возможно открыть два избирательных участка в стране, где находится больше 300 тысяч людей. Я не увидела, чтобы избирательная комиссия объяснила людям, как это возможно, чтобы человек, являясь в Республике Молдова, и захотел бы проголосовать тут, в Молдове, уже есть информация и документ о том, что он проголосовал за границей, хотя никогда не был за границей. Я не увидела, что Центральная избирательная комиссия сказала что-то насчет того, что в день избирательного дня за границей делали агитацию за Майю Санду. Это же нарушение закона. Поэтому я считаю, что эти выборы зависят от того, кто выиграет. Если выиграет Александр Стояногу, то однозначно Майя Санду скажет, что сфальсифицировано. Если выиграет Майя Санду, то оппозиция. Но то, что я увидела, я увидела, что нынешняя власть старается со всех сил остаться при власти, нарушая закон. То, что, по моему мнению, это узурпация силов государства. Спасибо, Виктория. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня. Благодарю за приглашение и вам взаимно.